Ахер! Это что? Но запах очень странный. Серьезно, да? Палетка очень сильно пылит. Вот прям, если совсем честно, пахнет прям силиконом, знаете, таким жидким. Просто кринжач. Проверка косметики покемонов. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Я выпью из этой потрясающей чаши из Египта за вас. Хэштег подарок. Минутка пафоса. Рядом со мной по левую руку стоит вот такой вот огромный пакетик из суммы. И, возможно, вы подумали, что название этого видео продается вот в этом магазине, но это не так. Это просто пакет. Хотела бы я сказать, что там мусор, но там не мусор, там буквально ценность. Потому что там огромное количество, ну, реально очень хайповой косметики. Потому что я решила, что я сам главный коллекционный блогер по косметике, что я буду путешествовать в разные страны мира и покупать разную странную косметику. Мне это нравится. Люблю покупать косметосы, люблю все странное и люблю тестировать. И сегодня у нас на повестке дню косметика от покемонов, да? И такое бывает. Хэштег китайская косметика. Это бренд называется ColorKey. Я первый раз буду его использовать. И у них реально просто охренительно крутые коллаборации существуют. С всевозможными аниме, всевозможными аниме. И, ну, как бы сказал Шрекочуй, с всевозможными аниме. Ждем коллаборацию по псам. Представляю, какие бы цвета были у ребят. Гоголькини. Ну так, чтобы немножечко вас подразнить и еще раз намекнуть, почему есть смысл подписаться на мой YouTube-канал прямо сейчас. Покажу вам косметика Hello Kitty. У меня тут еще лежит все на обзор, но не в этом видео, конечно же. Косметика внезапно, дорогие друзья, My Little Pony. Да, вы не ослышались, это косметика в коллаборации с My Little Pony. Такое тоже бывает. Потом другая косметика с Олокитти. Вот такая вот у меня есть. Внимание, у меня еще есть даже косметика с Куромкой. Угу. Косметика в коллаборации с Куроми. Еще у меня есть косметика в коллаборации с Синемеролом. Так очень, как будто с Андреевой просто выкупили этот канал. Но нет, с Андреевой заплатите, пожалуйста, мне. Возможно, мне понравится ваша косметика. Еще у меня есть косметика от Барби. И косметика от Сэлэрмон. Ну, короче, вы поняли, контента много. Ставим лайк, подписываемся на мой канал и поехали. Начнем мы с тонального средства. Я, на самом деле, мега сильно удивлена, потому что обычно тональники, но в коллаборации не делают. Даже если посмотреть на коллабу Барби с NYX, там не было тонального крема вообще ни в каком виде, да? Там были всякие штуки, типа, очень нужные и важные хэштег помады, типа, ядрона фуксии цвета, или всякие очень качественные, но вообще-то не очень. Но концептуально там не было ничего из категории тональный крем, пудра и т.п. и т.д. А здесь у нас, извините, пожалуйста, и коробочка, я хочу сказать, что это просто как будто держит какой-то люкс. Тяжелый, тяжелый люкс. Это не просто упаковка, она вся еще и с гравировкой. Тут на фоне желтого Пикачу еще и черный Пикачу. Богатство и роскошь бутиков. Офигеть! Это выглядит просто мега круто! Балдеж! Я не фанат покемонов, сразу скажу. Я была в детстве на стороне диджимонов, но, наверное, вы даже не знаете, что это. Тон. Наносим. Пластик, дорогое, это стекло. Но, надеюсь, тон по цвету будет окей. В целом, я больше предпочитаю кушонный, но тон тоже неплохо. По цвету вот такой. Честно говоря, по запаху не могу сказать, что меня как-то особо сильно вдохновляет. По текстуре приятно, но запах очень странный. Вот прям, если совсем честно, пахнет прям силиконом, знаете, таким жидким. Когда вот иногда бывает, купишь какую-то себе косметику, она немножко полежала, и начинается вот этот вот химозный запах проявляться. И при этом еще где-то здесь сквозит роза. Да, сквознучая роза. Я уже говорила неоднократно на своем канальчике, что я очень сильно люблю запах роста. Буквально моя самая любимая отдушка. Я любитель химозных отдушек, поэтому мне хорошо и мне приятно. Но также я знаю, что огромное количество людей, наверное, не выкупили бы прикола. Косметики, блин, с покемонами, с ароматом розы. А вообще, чем пахнет Пикачу? Нет, теперь я не смогу снимать дальше видео. Чем пахнет Пикачу? Ну, типа, он же типа электро-хомяк. Кто он? Ну, он точно какая-то электромышь. Хомяк. Чем пахнет бездна? Кто-то писал, она пахнет мятой. Я видела в комментах, и люди предполагают, что она пахнет мятой. Нет, скорее всего, она пахнет помойкой. Помойка это моя! Ладно, ваше предположение, чем пахнет покемон, а чем должен пахнуть Пикачу? Я ставлю лайк за аромат розы, но он у меня совершенно не... не сопоставляется с покемоном Пикачу. Странно. Ах да, а если вдруг все еще почему-то не знаете, кто такая и что такое бездна, то бездна это мой бренд, это мой маскотик, бездна это наша самая главная звезда. Кстати, у меня прямо сейчас футболочка от бездны, поэтому обязательно обратите внимание на мой магазин. Одежда мега-хайп, вообще невероятно крутого, высокого качества. Ставлю миллион лайков из миллиона. Ну вот серьезно, настолько все как бы круто. Мне нравится. И мама моя сказала, что я молодец. И друзья покупают, но одежда говорят, им нравится. И подписчикам нравится. Все нравится. Поэтому оставляю вам ссылку на самый топовый магазин одежды от бренда бездна. Что такое скромность? Я не знаю. Бездна. Дальше у меня есть что-то вот такое. Упаковочка выглядит следующим образом, и это опять что-то на красивом. Еще из того, что мне особенно нравится в этих упаковках, это то, что действительно они упакованы, не просто в эту прозрачную штуку, но тут ее еще и подцепить можно. И казалось бы, ну вроде чем мы здесь удивляться. Но знаете, мое удивление имеет полные под собой веские обоснования, ибо иной раз так неудобно распаковывать косметику. Боже мой. Ты хочешь заплатить мне? Как это круто. Это пудра. Это пудра, и посмотрите, эта штука, это не принт. Это прям объемная вот такая вот штуковина. И это прям сверху наклеенная пластиковая штука. Я не знаю, с чего она сделана. Значит, это у нас компактная пудра. Надеюсь, она мне по цвету подойдет. Она выглядит вот так. Так, пуховочка с надписью «Покемоны». Здесь у нас, собственно, пудра, на которой сам Пикачу и нарисован. И здесь зеркальце. Вообще очень солидно. А еще мне нравится, когда пудру вот таким вот образом отделяют от пуховочки, потому что у тебя всегда происходит какое-то, не знаю, казалось бы, гигиену, но это не так. Помойка это моя! На самом деле, мне даже жаль вот сюда вот сейчас этой пуховкой прикладываться, потому что считайте, что я Пикачу по лицу убью. Какая жесть. Кстати, минутка ностальгии. Расскажите, что вы смотрели в детстве. Кто смотрел Sailor Moon, кто смотрел Пикачу, а кто вообще что-то другое смотрел? Я выросла на диджимонах, но это потому, что я не в России росла. И когда я сюда приехала, у меня была моральная травма, что вместо диджимонов кто смотрит покемонов. Я была просто в ужасе и не понимала, что это такое и почему я должна вообще на это смотреть. Но это моя детская проблема была, понимаете? Я еще ходила, помню, по школе или там, не знаю, где дети обычно обитают, кроме школы. По школе и всем рассказывала, что почему вы смотрите покемонов, вы ничего не понимаете. Это вообще какие-то позеры. Еще не существовало слова позеры, но я уже думала, что все позеры. Вот одна я такая правильная, приехала со своими диджимонами, а тут покемоны. Ну вообще непорядок. Еще я помню, было самое страшное обзывательство в школе, которое только я смогла сгенерировать. Это Пикачу срать хочу. Вот это я, конечно, считаю просто, это шедевр. Это самый высший уровень оскорбления для кого угодно. Вот это я, конечно, молодец. А теперь я наношу себе Пикачу на лицо. Такие маленькие истории. Что это, если не жизнь? Сначала она на бионе скидывает писающий в лоб, потом она ходит в школе, называет себя срать хочу, потом она кинет Гоголя. Ага, и крашится по бабу, да? Вообще, человек культуры, при этом считает себя орликин. Выпускает чела почитаножек в своем бренде. В общем, что я могу сказать про пудру? Сверлая, она матирует, она приятно нанеслась, и у нее прикол в том, что пуховка реально отдала все на лицо. Потому что, как видите, она черная. Она без следов тона в плане пудры. Короче, получает от меня предварительный лайк вот этой вот штукой. Я действительно буду носить это в своей сумке, чтобы выпендриваться перед теми, перед кем смогу выпендриться. Потому что это мы любим. Дальше мы будем с вами распаковывать вот такую вот коробочку. Как вы думаете, что внутри? Ладно, я вам подскажу. Тут внутри тени для век. Блин, ну так жалко эти коробки распаковывать. Хотя я понимаю, что, типа, я все равно их выброшу. Мне прям жалко, если еще что-нибудь подсеребонькую. А, я не могу открыть эти коробки. Нет, ладно, я могу открыть эти коробки. Я, потому что сильная. О май гад. Это просто упрыг. Это просто очень круто. Я в восторге. Охренительно круто выглядит. Вот это я понимаю. Вот, ребят, вот к чему нужно стремиться. Вот это я понимаю. Косметика любви. Распаковываем. Косметика любви. Если вы помните, то в предыдущем видео я рассказывала, что уже этой осенью в Москве пройдет самый масштабный фестиваль поп-культуры в нашей стране. И он называется Фанфест. Вы наверняка видели постеры к мероприятию. И вы не могли не заметить, что на нем нарисован носорог. Вы понимаете, что это не просто так было сделано? И в нем заложена целая история. Нет? Ладно, сейчас расскажу. У меня в руках комикс Рог от создателей Фанфеста. Вообще-то это эксклюзивное издание. И мне удалось взглянуть на него одной из первых. Просто посмотрите на его оформление в желто-черном цвете. Вообще хайп, не так ли? Это только первый эпизод под названием Поднявшийся из песков. Он уже интригует своей задумкой. Комикс повествует нам об археологе Андрея Рогова, который отправился на экспедицию в Китай. Чтобы найти там древний храм. По легендам его называют адом или проклятое место. Но герой тем не менее отправляются на поиски. Добравшись до пустыни, Рог вместе со своей коллегой Яной находят восставший из песков храм. И стоит нам открыть двери, как проклятие обрушивается на землю. Ну а что было дальше, вы узнаете уже сами. Ну а когда прочитаете первую часть целиком. Кстати, все, кто выпит вип-билет на Фанфест, получат комикс в эксклюзивной обложке. Подарок от организаторов вместе с крутым мерчом. Ссылочка на покупку билета, комикса и все подробности я оставляю вам в описании. Цвета. Слушайте, что я могу сказать? После миллиона коллабораций, где ты, не знаю, ожидаешь условно, там, какие-нибудь розовые, сиреневые гаммы, а тебе подсовывают нюдик, видишь что-то желтое, что-то действительно в цветах Пикачу покемона, только красного мне не хватает. Это как будто бы даже приятно, потому что цвета достаточно яркие. И они между собой прикол, но даже сочетаются. Потому что есть базовые оттенки, есть оттенки для растушевки, есть акцентный оттенок и три абсолютно не бесячих сияшки. И даже темный оттенок есть. Как будто бы с этим можно сделать клевый макияж, а еще просто май гад. Это что такое за нелегальность вообще? Эту нелегальность я буду носить в качестве хайлайтера, потому что слишком хорошо, чтобы быть нелегальным. Что-то как-то слишком хорошо. Кажется мне, знаете, дорогие друзья, пора нам с вами переходить в ту эру, когда мы покупаем с вами не только лишь корейскую косметику и сымся от восторга, но также покупаем китайскую косметику и сымся от восторга, потому что слишком хорошо. Что ж, давайте начнем реально с хайлайтера, потому что уж больно хороший оттенок, мы его и нанесем на скулы. Серьезно, да? Просто вот косметика Покемона Пикачу Я не могу на себя насмотреться, потому что выглядит ослепительно хорошо Класс! Посмотрите на пигментацию, это же просто борщ Оф, Покемон Пикачу, какой-то, конечно, крутой парнишка Ладно, я думала, что сейчас я быстро нарисую себе брови Потому что здесь не хватает бровей И этот цвет как будто бы в теории, может быть, не так плохо бы смотрелся на моих бровях Но посмотрим Так, но в целом брови чуть более выделены стали Не скажу, что это лучше средство для бровей Но оно и не позиционирует себя этим образом Поэтому это уже, знаете, наше дополнительное развлечение Я начну делать макияж с базовой бежевой подложки, как я это всегда делаю Наношу, растушевываю По цвету она полупрозрачная И вы знаете, несмотря на то, что я все так классно хвалила Сейчас заметила некоторый нюанс Палетка очень сильно пылит И, скорее всего, учитывая, что это мое первое применение А здесь уже куча этой бежевой пыли Я думаю, что если я буду этим часто пользоваться Вся палетка очень быстро расстрелывается Пигмента, конечно, хотелось бы побольше, но да ладно, самый базовый цвет Так, дальше я возьму оттенок вот этот вот Этой же самой кистью И нанесу себе на складку Ладно, азиатская косметика, она не славится какой-то гигапигментированностью Поэтому, если цвет есть и он растушевывается То уже можно считать достижением Ну, вот такая вот специфика Поэтому мы не будем здесь не ругаться, ничего делать Я считаю, что концептуально в полупрозрачной косметике нет вообще ничего плохого Потому что она тоже нужна И не всем нужна какая-то гиперпигментация Пока что скажу так Я вообще не фанат покемонов Ну, как вы уже поняли Хэштег Пикачу срать хочу Ну, недостойный я, наверное, человек для пользования этой палеткой Не самый лучший претендент Но мне правда нравится И вот эта вот вся упаковка И вот эта вот пигментация То есть меня реально не бесит Есть очень много коллабораций, которые меня расстраивают Которые меня бесят Хотя я тоже не фанат Но здесь мне все нравится И пока что я могу поставить только одни сплошные хорошие отзывы И пальчики вверх Ну, концептуально смотрится лучше, чем я думала Не самая лучшая агиосаль Но в целом пойдет Вот это вот, наверное, единственный нюанс Не хватает более такого, знаете, контурного цвета В азиатской косметике очень важно Потому что очень многие элементы, правда, контурируются Контурируется агиосаль Контурируется вот эта вот зона в обязательном порядке А здесь нам этого не предоставили Поэтому приходится импровизировать Ну, и теперь самое главное Это желтый оттенок Его обахну просто на центр века Чтобы оттенить Но так как я наношу пальцем поочевидно Он ложится весьма ярко Меня такой метод абсолютно устраивает Поэтому не вижу никаких претензий Он действительно желтый Несмотря на то, что весьма яркий В жизни он все-таки ложится немного полупрозрачно Но я не могу сказать, что это для меня минус Мне нравится, как это выглядит А теперь используем секретный прием И намешаем блесток Возьмем вот эти И тоже прикладывающими движениями Нанесу на желтый Кстати, я совсем уже забыла вам сказать У меня появилась новая традиция Где я в Телеграме В зависимости от актива моих подписчиков Дарю кому-то Ну, кто был самый активный в этот момент розыгрыша Некие подарки У нас уже была сумочка на розыгрыш У нас была коробка косметики на розыгрыше А в прошлом видео мы разыгрывали две палетки Дисней, коллаборации и с Рапунцель и Мулан А победил у нас Вот этот вот юзер Николай, вот ваш чай Так что с тобой свяжутся Тебе напишут Жди свой подарок Честно, заслуженно Актив был во В следующем розыгрыше мы с вами будем разыгрывать Вот Йента На кону стоит вот такая потрясающая палеточка от Ариэль И потрясающая палетка от Покафронтас Здесь, смотрите, какие нюдовые вот такие вот красивые цвета Здесь матовые и шиммерные тени вместе И у Ариэль все то же самое Только, ну, естественно, в цветах, которые больше к этому персонажу относятся Обе палетки более-менее нюдовые Поэтому они подойдут на каждый день всем За условиями Телеграм Нужно подписаться на мой Телеграм-канал И ждать поста, который будет выглядеть вот так В этом посте будут условия Это в целом все, что нужно сделать Поэтому лайк, подписка, любой коммент И обязательно подписывайся на мой Телеграм-канал Побеждает всегда самый активный Поэтому мы смотрим на актив, который вы даете Это никакой не рандом, это чисто подсчет Кстати, я пока ресницы крашу, у меня такой вопрос возник Очень интересно Вот я коллекционирую разную косметику Мне просто нравится покупать всякие странные штуки Мне прям это очень-очень большой кайф доставляет Именно и покупка, и хранение, и первый отзыв Я прям это люблю А какой косметикой вы любите пользоваться? Ну вот у вас же наверняка есть любимый бренд косметики Любой продукт Что это за продукт? Напишите И мне кажется, такие комментарии могут быть полезны Потому что, возможно, кто-то что-то для себя найдет Или можете, наоборот, написать Вот вы, не знаю, покупали какую-то хайповую распиаренную косметику А она вообще не понравилась и была полным отстойным Напишите, что используете и что хейтите И какой бы, кстати, вы бы хотели очень коллаб видеть в косметике? Я бы хотела, чтобы была какая-нибудь косметика с Monster High в коллаборации Это было бы очень круто Я прям представляю, знаете, даже вот эти вот тональники Тональник с зеленым эффектом под Фрэнки Ну что-то вот такое вот Или с каким-то эффектом более серой и розовой кожи Блин, мне кажется, было бы просто хайпец нереальный Или зеленый контуринг, представляете? Эх, ладно, мечты-мечты, никто такое никогда не сделает Придется мне делать Ладно, это не был спойлер, это так, мысли вслух Да, в этой огромной коробке находятся реально помады Это, кстати, какая-то абсолютно новая прикольная китайская фишка Они продают помады вот в таких вот коробках Просто гигантских У меня такое впервые Хоть что-то у меня первый раз появляется в этой жизни Попробуем Я в таком предвкушении Вау, и коробочка, она еще вот на этой штуке Ахер, это что? Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Насколько это дорого ощущается По-моему, этот чувак Псайдак, если я ничего не помню Это просто ахер Можно было сделать помаду Покемон такими Крутыми, а вот Барби, то, что мы с тобой смотрели Просто кринжач Если бы мне такую коробку подарили, я бы просто офигела от радости Потому что это очень круто Ладно, давайте посмотрим на цвета, какие здесь вообще есть Ну, начинаем с Пикачу Конечно, так срать хочу, я этого не говорила Что это, блин? Ну, хватит! О, это прям очень такой, знаете, дорогой винный красный оттенок Ну, Пикачу, понятно, он был бы чел элитка А дальше это оранжевый чермандер Знаю, потому что у меня Давид любит чермандера И чермандер у нас, если с Пикачу был Gloss То чермандер получается такой Более сухой текстуры, имеет более матовую Прикольный, и цвет, наверное, будет мой Самый любимый, потому что это тепло-коричневый Чермандер, конечно, уважаемый Молодой человек, тут уж ничего не скажешь Так, дальше поехали, это Иви Я, кстати, так и не поняла, Иви это белка или собака? Кто такой Иви? Это прям такой, знаете, Красивейший нюдовый темный оттенок Вот прям для тех, кто любит нюд, но потемнее Уважаемый Иви лайк Дальше у нас черепашка Сквертл Это, да, ну такой вот у них Я ничего не говорю И Сквертл у нас получается Ну, опять-таки, нюдовый Больше персиковый оттенок И по текстуре они просто охереть, какие крутые Все эти помады, они как будто бы, знаете, бархатом Ощущаются, то есть вот ты его берешь И это, я не могу объяснить, но это тактильное ощущение Не как у обычной помады Это как будто бы пудра, но представьте жидкую пудру Вот какая-то такая вот мягкая, бархатистая Велюровая, очень приятная текстура Странное ощущение, у меня таких помад, по-моему, не было Если были, то я не помню, но мне нравятся, уважаемо Дальше розовая штука, я не знаю, какой я зовут Но у меня есть такие сапоги Я позер И эта розовая штука, она, ну, по цвету на самом деле, как все остальное Только чуть-чуть больше в оранжевую уходит И опять-таки она имеет эту бархатную текстуру Джигли Паф Я думаю, я оставлю себе Чермандера, потому что Чермандера мне нравится больше всего Хотя, знаете, я сейчас заметила Вообще-то, странная оплошность Обратите внимание, все эти помады, они как бы разные Но почему-то Пседак и Пикачу имеют одинаковую желтую штуку Могли бы Пседак удать черную Или Пикачу и красную, я не знаю Это странно, что тут две помады с желтыми колпачками Это тот самый момент, когда ты хочешь докопаться Но ты не знаешь, до чего ты докапываешься Динозавр, роди мне на губы О май гад Балдешь Это очень красиво Этой помадой реально можно делать любые градиенты Она потому что достаточно быстро впитывается Оставляет вот этот вот какой-то тинт Я, как понимаю, ее можно наносить и в один слой И вот так, и в два слоя И просто полностью растушевывать пальцами Какая-то, честно, чудо-помада Уважаемая, классная, мне нравится Ставлю лайк, подписку И да вы ставьте лайк, подписку Подписывайтесь на мой канал И всем спасибо за просмотр И всем пока Ставлю 10 Пикачу из 10 Абри, за что ты так с нами? Я школьница Для профессиональных Что это такое? Это вообще синтетика Это что за безобразие? Это на ноги?